Продолжение следует... ...передать власть, власть фактически, в руки населения. Но вы знаете, очень много тысячелетий эта проблема была ключевой в общественных дискуссиях. И мы знаем, сколько мудрых голов на эту тему думало. В свое время так зародился буддизм, великий наследник. Одно из богатейших фамилий в Индии пошел в народ и ужаснулся, как плохо живет народ. И он пытался помочь народу, он пытался найти ответ, в чем корень счастья, как сделать народ более счастливым. Он не нашел ответа и в результате родился буддизм, в котором ключевая идеология, которую он заложил, это отказ от желания. Он не увидел способ реализации этих желаний. Люди хотят быть счастливыми, они хотят реализовывать свои устремления. А способа реализовать все желания не существует. Способ производства, экономический способ производства, о котором мечтал Маркс, еще не реализовался. Поэтому нужно работать. И не факт, что каждый получит эту работу, и не факт, что каждый получит желаемую заработную плату, и не факт, что будет удовлетворен от этого. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем? Великий министр юстиции Китая Конфуции начинал, как великий демократ, а кончил, как человек, который придумал целую теорию конфуцианства, которое создало страты в обществе. Страты. А великие мыслители, такие как Лао Цзи, придумывали свои теории, дао, зашифровывая их, боясь донести до простого народа. Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов. И огромные машины, которые спущены на голову, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. Мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Продолжение следует...